да ребят всем большой привет большое спасибо что вы заглянули ко мне в гости в гости к иринки мискик меня зовут ирина если вы зашли ко мне впервые кстати да не забывайте подписаться на мой канал и оставляйте свои комментарии и конечно же с вас лайки это мне будет очень очень приятно и полезно моему каналу ну что раз вы кликнули на данное видео я думаю вы так же как я любите рубрику пустые баночки и сегодня я с вами буду делиться своим честным независимым мнением о том что у меня закончилось ну что я думаю то что это будет первая часть этого видео так что поехали разбирать что у меня здесь закончилось и какое у меня сложилось мнение вы готовы увидеть в этом видео всю правду которая будет раскрыта в этом видео если да то прямо саживайтесь поудобней берите кружечку чая чего-то вкусного и поехали смотреть что тут у нас все позакончилось точнее у меня первое что хочу показать у меня закончилась от бренда софт продается в магните это очень бюджетная марка это ватные диски у меня целых две упаковки и ватные палочки очень неплохие ватные палочки вам сейчас их покажу кстати у меня здесь они под рукой обычные ватные палочки вот эти вот кстати упаковка в 200 штук стоит что-то в районе 16 25 рублей поэтому очень бюджетно и нормальные ватные палочки не вижу смысла переплачивать больше и вот эти кстати ватные диски мне тоже очень нравится это самая бюджетная самые бюджетные ватные диски которые продаются сейчас у нас в ближайших супермаркетах магазинах тоже от бренда софт с удовольствием беру и не вижу смысла в принципе переправ переплачивать больше чем есть сейчас перед вами влажные салфетки антибактериальные от бренда аура что могу сказать о них если вы их покупаете на акциях то в принципе очень даже неплохие получаются влажные салфетки единственное они пахнут ромашкой и какой-то вот но не очень приятный по мне аромат но я и брала на какой-то очень хорошие акции скидки поэтому с удовольствием ими воспользовалась но единственный аромат от этих антибактериальных салфеток просто очень очень долго держится на руках плюс заключается в том что действительно одной салфетки хватает для того чтобы протереть руки они замечательно пропитаны салфетки тоже не оставляют никаких волокон на ваших руках и к тому же вот этого защитная клепочка вот это вот видите как она называется заглушка она всегда клеится то есть она не рассыхается и меня кстати вот эти вот три пачки лежат уже давно в пустых баночках и до сих пор все работает все здорово поэтому если вы относитесь хорошо к аромату ромашки то я могу вам посоветовать попробовать вот эти вот тоже в принципе недорогие влажные влажные салфетки для чистоты и гигиены у меня тут еще закончилось много чего и это будут тканевые маски на самом деле их тут немалое количество как оказалось вот эта тканевая маска которую я пробовала впервые она идет с красным женщинам сейчас вам все покажу что она обещает что могу сказать от себя она обещает увлажнять и придать сияние кожи делает кожу более здоровой это корейский бренд называется я так понимаю это что-то паян какой-то да и он не попадался по моим в коробочке красоты сколько стоит я вам не скажу по мне оказалось неплохая увлажняющая маска но единственное с нее все прям текло полотно тоже у него обычная не тканая неплохая 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 маска она неплохо увлажнила но какого-то вау-эффекта я не заметила кстати да после использования данной маски мне очень очень сильно захотелось умыться потому что липкость очень и очень очень долго держалась на лице но так всецело если вы хотите увлажнить кожу и вы не привередливая то неплохая вещь но без два эффекта я конечно же наверное вряд ли себе повторю данную маску но неплохо увлажнила кожу безусловно мой фаворит который я буду покупать всегда это маска бренда орхи с секретом улитки очень сильно люблю эти маски и с удовольствием вам рекомендую у меня есть обзор на эти маски в моем инстаграме ских 9970 проходите смотрите подписывайтесь на мой блог в инстаграм я буду рада вас тоже ведь числе своих подписчиков конечно же не забывайте еще подписаться на меня здесь чтобы не пропустить свежие новые ролики ну так вот вот это вот маска бренда орхи секретом улитки это просто моя палочка вручалочка замечательно помогает бороться с воспалениями успокаивает кожу питает увлажняет единственное полотно именно этой маски она крайне маленькая кстати отсюда выбросила сразу же осталось только упаковка так что с удовольствием буду их покупать вот эти вот масочки бренда орхи всем просто рекомендую на любой возраст также закончилась у меня маска от бренда это тони моли с красным вином неплохая кстати увлажняющая маска может что-то без вау-эффекта на самом деле потому что но тут прям обещает производитель очень много сузить поры предотвратить их закупывание подходит для проблемной кожи и должна там осветлить кожу по моему до экстракт красного вина по мне оказалось эта маска просто увлажняющая на 8-10 часов не более и такая она какая-то знаете вот просто проходящая маска без фанатизма я ее больше конечно же сама себе не куплю если попадется в коробочке красоты то фиг с ним а если придется самую покупать но не буду тратить свои кровные деньги на вот это вот возьму что-то более действенное следующая маска на которую у меня тоже есть обзор она идет от бренда елизавета не ее присылали в пиар рассылки что могу сказать от себя удобный вариант именно для путешествий удобный вариант ехать в командировку кому-то в гости знаете вот так вот потому что здесь есть и пенка для умывания сама есть маска и сыворотка у меня кстати подробный обзор на нее есть моем инстаграм если интересно проходите смотрите в общем неплохая маска неплохая маска она дает видимый такой увлажняющий эффект и очень здорово то что ездить сыворотка которая хватит ни один ни на один раз и пенки здесь хватит тоже наверное на пару раз умыться но неплохой продукт но цена на нее конечно как бы такая немаленькая но знаете как то вот от таких вот наборов я стараюсь их обходить потому что ну не знаю для меня это кажется именно походный вариант а так все цело если вы собираетесь путешествие куда-то ехать отдыхать в командировке присмотритесь вот к этим масочкам они подходят как мальчикам так и девочкам так что как-то вот вот так вот следующее что у меня закончилось это была соль которую я купила в фикс прайсе за 50 рублей с эвкалиптом неплохая соль окрашивает естественно воду в такой бирюзовый цвет ее уже тут не видно у меня еще в загашниках есть вот такая же соль для себя могу отметить действительно пахнет эвкалиптом неплохо наверное она как-то оказывает какой-то такой эффект антистресс может быть даже на профилактика простудных заболеваний я в этой соли купала своих парней то есть своего мужа и своего сына они принимали ванну мне вместе игрались и и вот в этой соли как раз были бы немного как-то что-то знаете они ничего такого вау не заметили я тоже как-то оказалось ну просто соль и все не более того заявление тут конечно же громкие укрепляет иммунитет противовоспалительное действие снимает нервное напряжение но любая ванна в принципе теплая теплая ванна вечером вечером она всегда снимет с вас к любое напряжение поэтому если вы много нервничайте соль вам в помощь и много теплой воды чтобы просто расслабиться также у меня закончилось два средства в пробниках от у меня где-то еще было в пустышках но это будет уже наверно в другом месте сейчас я гляну может быть она мне здесь где же так ладно это наверно уже в другом месте ну так вот бальзам для волос от бренда керастаз сколько я слышала просто визжающих отзывов об этой марке то что прям это супер-пупер средство не знаю ребят я воспользовалась вот этим вот пробничком я не знаю для каких он волос потому что тут все на не русском и я как-то знаете вот поленилась зайти посмотреть что это за именно для чего вот этот вот бальзам нужен с чем он должен бороться что-то как-то вау эффекта я не заметила он мне кажется наравне вот с этим вот бальзамом был от гарнир ботаник терапи ну сравните вот это вот стоит штука ну максимум 200 рублей и вот эти вот средства от керастаз стоят выше двух тысяч рублей поэтому что-то как-то я вот между двумя этими пробниками разницы вообще никакой не заметила на своих волосах и как-то я к бренду керастаз не прониклась вот честно что-то как-то вот ну не впечатлило что ли меня как-то вот ну так скажем косметического оргазма у меня не было так что по мне это абсолютно одинаковые продукты вот этот ботаник терапи да тоже неплохой продукт который позволяет вашим волосам дает вашим волосам точнее легкое расчесывание естественно там что-то чтобы у вас там против выпадения вообще не встречала людей которые в принципе бальзамами пользуются на корни волос обычно все девочки пользуются именно бальзамами на длину если вы делаете по-другому дайте знать конечно в комментариях может быть вы будете тот человек который бальзам для ополаскивания да вот этот который мы после мытья волос наносите именно на всю длину и на корни и на кожу то вы дайте знать мне напишите может быть так и нужно делать но вот такие вот бальзамы я обычно наношу на длину отступает корней там ну на 5 сантиметров где-то поэтому что-то керастаз что от ботаник тари по терапии я заметил только то что было легкое расчесывание и в принципе волосы были более мягкие все не более того не больше не меньше также у меня здесь полетели в пустые баночки два средства от бренда мастерская лавровых это средство тоже мне приходили на обзор у меня на них есть все видео обзоры так что проходите смотрите у меня в инстаграм там я все подробненько о них рассказываю для меня это кстати очень даже неплохие два продукта один у меня здесь идет с гранатом другой идет с виноградом достаточно неплохие продукты которые заменяют вам тоник можно в течение дня освежать кожу неплохие средства которые позволяют вашей коже быть более овлажненной и восполнять ее влагой в течение дня неплохие неплохие продукты также очень замечательно вот допустим виноград работает как средство антиэйдж очень хорошо помогает для того чтобы выработка коллагеном было эластана чтобы как-то вы знаете так скажем клетки молодости дает виноград ну и гранат это тоже природный антиоксидант тоже очень хорошо помогает девочкам с 23 можно использовать данные продукты очень хорошо будет точнее работать на коже это такие витаминки натурального происхождения для вашей кожи поэтому если вы что-то ищите подобное присмотритесь к мастерской лавровых очень бюджетная кстати марка по сравнению с другими гидролатами либо с другими какими-то термальными водичками мне вот это кстати виноградный натуральный тоник он не заменил гидролат от бренда точнее гидра он гидролата виноградную воду от бренда кодали но вот это вот стоит 150 миллилитров 300 рублей да где-то так вот и от кодали баночка в 150 миллилитров пульверизаторов стоит больше 1300 поэтому естественно вот это намного бюджетнее поэтому если вы что-то ищите себе подобное вы хотите присмотритесь к мастерской лавровых ребят реально могу посоветовать с удовольствием от душе единственное только подберите что вам больше всего нужно для вашей кожи вот мне было интересно попробовать виноград гранат так следующее что у меня тут закончилось для лица у меня тут паста лежит передо мной парадон такс ультра очищения слушайте самая жесткая зубная паста она выглядит вот таким образом термоядерная вещь просто нас вот мне кажется вот как песок как будто с мятой смешали и вывод и лозите и лозите по своим зубам но очень жесткая все потом настолько не имеет во рту я не знаю мне было очень жестко но мы это пользовали ультра очищение эта паста заявляет себя как ультра очищение что-то как-то вот именно ультра очищение я не заметила мне даже кажется блендомет немного больше очищает нежели паста парандон такс именно вот это вот но плюс заключается в том что с использованием данной пасты перестали воспаляться десна и перестала появляться кровотечение вот знаете когда вот вы чистите зубы у вас слабенькие десны и когда вы там хоп-хоп-хоп надавили чуть-чуть щеткой может пойти кровь вот с использованием данной пасты это ушло да так что в принципе то что она заявляет бережная эффективно бережно борется с воспалением и кровоточивостью да это есть но вот ультра очищение я от нее не заметила и также заметил от нее что она очень сильно вяжет просто потом все во рту следующий продукт от бренда сплат это интенсивная укрепляющая детская зубная паста которая у нас идет с клубникой и киви знаете ну неплохая зубная паста это наверное такое баловство для ребенка потому что супер очищения от нее конечно же нет и она так просто поддерживает гигиену во рту мне кажется надо все-таки детские зубные пасты делать не с фруктовыми вот с этими вот штуками а все-таки чуть-чуть добавлять какую-то свежесть мяту я не знаю там какие-то другие одушки потому что вот это вот ну не знаю у меня даже ребенок не очень сильно любит когда есть какие-то вот такие вот клубнички ягодки он у меня вот тянет руку к блендаме от мятному и говорит мам я хочу свежесть и чистоту во рту вот как то вот так ребенку 5 лет неплохая зубная паста ее можно использовать по моему с трех лет эту пасту и до закончилась даже написано для детей всех возрастов то есть это универсальная паста но я ее больше не повторю потому что еще раз повторюсь вот эта вот тадошка это конечно же ну надоело как следующее что у меня здесь закончилось это маска у меня тоже на нее есть подробный обзор она идет для чувствительной кожи по моему я все выбросила как она там выглядит она такая гидрогелевая проходите не поленитесь ко мне в instagram там я ее просто подробненько для вас делаю видео обзор все показываю все рассказываю вам от себя могу сказать недолет у этой маски чуть 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 мне не хватило всего что она делает неплохая увлажняющая маска но без вау-эффекта потому что я читала на нее отзывы там просто простите девочки аж писались от нее кипятком говорили какая-то нереальная маска но обычную увлажняющая маска которая такая же как допустим к примеру от тони молли для меня лично могу порекомендовать просто как увлажняющую маску если вам нравится в такие вот приблуды чтобы знаете это все было вот так вот было и вы такая взяли шприцы чтобы как-то все вот так вот ну не знаю ребят для меня это просто увлажняющая маска не хочу больше к не возвращаться даже не буду так что мне тут еще закончилась а у меня тут закончились палетки теней у меня закончились тенюхи сейчас я вам все покажу я все-таки решила выбросить свои тени от бренда летуаль это не из самых первых моих тенюх но просто подошел срок годности ну просто уже все как бы подошел срок годности и я думаю что пора с ними прощаться по незнанию своему так как я не умею пользоваться тенями на тот момент когда я их покупала я просто не умела пользоваться тенями они были на какой-то дикой скидке распородажа я решила взять с надеждой то что вдруг я буду пользоваться вот а вдруг конечно же я ими не пользовалась хотя они очень-очень даже прикольные цветовые такие у них такие оттеночки так что вот я их выбрасываю потому что закончился срок годности и нефиг держать возле себя мусор следующее что у меня подошло к концу использования это вот такая вот палетка срок годности у нее закончился аж в сентябре 18 года и я ее хорошо кстати под конец ее прибытием в моей косметичке хорошо ее поюзала один даже рефила дала своей сестре он такой был темно-фиолетовый сейчас ищу себе палетку теней именно в такой растяжке если вы можете что-то мне посоветовать напишите пожалуйста в комментариях буду вам дик при дико признательна вашей помощи в полу в подборе мне палетки потому что мне понравилось и пользоваться тенями вот такими вот нюдами нюдовыми так скажем они хорошо подчеркивали цвет голубых глаз мне нравилось это кстати старая коллекция от бренда catrice about rose мне очень понравилось так что очень жаль что у нас теперь в городе нет бренда catrice нет корнера корнера catrice а так вы может быть что-то у них и подобрала бы хотя мне хочется уже что-то более дорогое более качественное более такое знаете наверно престижная может быть так назвать потому что вот такие вот все-таки палетки бренда catrice это наверное для школьниц а я же уже взрослая девочка как-никак и мне хочется уже такого более более серьезное что ли себе приобрести и более качественная хотя палетка тени от catrice она тоже достаточно качественная следующее что у меня закончилась эта моя помадка точнее не закончилась у нее закончился срок годности сейчас я попытаюсь ее открыть в оттенке 201 блонд от бренда litoi сейчас открою покажу как вы такой вот оттенок это мой универсальный просто идеальный оттенок блонда к сожалению не успела допользоваться просто она бесконечная до февраля девятнадцатого года и сейчас февраль месяц точнее сегодня уже 3 марта да она все закончилась в феврале месяц поэтому не будем рисковать я ее фокус фокус приди и поэтому я убираю но девочки если вы такого же цветотипа как у меня вы такая знаете с русыми волосами голубыми глазами и светлокожая то присмотритесь очень даже хороший оттенок мне очень нравится как он смотрится на бровках фиксируется хорошо единственное что этот продукт не водостойкий если бы он был бы еще водостойкий цены бы ему не было вообще был бы супер пупер продукт следующее что у меня закончилось это тональный крем от бренда джурасик спа срок годности у него всего четыре месяца за четыре месяца я его в принципе неплохо поюзала но так как это натуральный продукт все-таки для того чтобы не вызвать аллергической реакции ровно столько сколько отведено ему тот срок использования какой ему дал производитель тот я его тот я его использовала сейчас покажу вам оттенок вот такой вот тональный крем он идет для жирной проблемной кожи у него кстати очень удобная вот это вот помпа дозатор которая замечательно выдает продукт у меня с самым светлым оттенки всего два у меня он идет светло светло бежевый по моему оттенок вообще на самом деле позиция данного крема является просто ухаживающий крем с тонирующим эффектом для меня вот лично это оказался просто так скажем ухаживающий крем для лица для жирной проблемной кожи который еще и выравнивает тон кожи если у вас сухая кожа и вы будете пользоваться данным тоном естественно он подчеркнет шелушение потому что он идет для жирной кожи если у вас жирная кожа то данный тональный крем он немного все-таки будет матировать вашу кожу подсушивать ее и нормализовывать работу именно сальных желез для меня оказался для моей нормальной склонной сухости иногда жирности кожи просто оказался великолепным кремом который действительно очень хорошо ухаживал за кожей и при всем при этом немного тонировал на данный тональный крем с легкостью ложится любая пудра можно его использовать в течение дня его даже можно не смывать как заявляет производитель то что данный тон можно вообще даже не смывать какими-то специальными средствами кстати когда вы умываете лицо практически уже ничего там как-то вот именно как то он он не уходит поэтому если вы ищете какой-то натуральный тональный крем точнее ухаживающий крем с тонирующим эффектом присмотритесь к бренду jirassic spa просто очень очень крутая вещь это просто моя находка 2018 года с удовольствием конечно же повторю данный тон хотя как вы знаете я вообще не пользуюсь тональными кремами и вот это для меня было своеобразное так скажем открытие которые которые мне очень сильно понравилось так что мне еще закончилось не успела допользовать и средства от бренда уриаж с spf 30 это эмульсия у меня есть подробный обзор здесь на канале ссылочку конечно на видео оставлю в инфобоксе я о нем просто подробненько вам рассказываю не успеваю я допользовать вот эти вот средства потому что как-то что-то вот чуть-чуть да все равно остается тот 50 миллилитров наверное если прям ежедневно и вместо крема пользоваться данным средством наверное его можно израсходовать а если так пользоваться как пользуюсь им я то она у меня поэтому остается срок годности всего девять месяцев покупала его прошлой весной срок годности к сожалению закончился придется покупать новый хотя у меня есть миниатюрка с spf 50 от этого бренда еще есть крем тоже с spf 90 от другого бренда вот по моему не сейчас вам не скажут от бренда от топик крем нет там крем-тональности с spf 90 тайм-код называется тоже скоро на него будет обзор расскажу по поводу вот этого средства оставлю ссылочку в инфобоксе внизу проходите смотрите это просто подробнейшее видео я вам все там о нем об этом средстве рассказываю вообще очень сильно люблю бренд марку рьяш и так следующее что у меня закончилось это вот такой вот шампунчик от бренда дюкрей на самом деле я его брала с собой так скажем в отпуск что могу сказать об этом шампуне неплохой шампунь замечательно промывает волосы после него волосы мягкие они не пушатся они не электролизуются хорошо очищает и до неплохой шампунь с удовольствием бы его продублировала купила если будет возможность то конечно возьму и приятно кстати у него ладошка не вот это вот штучки хватило на несколько раз следующее что у меня закончился это были я выбрасываю точнее лаки и все это сейчас сюда сложу девчонки так выбрасываю два лака закончили сроки годности люблю лаки от бренда мэйберен коралл колорама неплохие лаки у меня здесь было так узнаете винный оттенок и по мне правильный красный закончили сроки годности я не лака маньяк редко крашу ногти лаком хотя ругаю себя за это потому что все таки когда у вас красиво маникюр и красивое покрытие оно всегда намного лучше что скажу об этих лаках неплохие бюджетные лаки которые можно купить с хорошей скидкой которые замечательно распределяются единственное что единственный минус у этих лаков от бренда мэйберен то что они все-таки въедаются как-то верхний слой ногтя и ногти потом сложно отмыть они могут оставаться в таких же оттенках знаете как какие-то вот красноватые либо бордовая такси целом неплохие лаки выбрасываю карандаш от бренда летуаль мой вообще старичок я его никак не могу допользовать выбрасываю потому что просто закончился срок годности неплохой карандаш единственное то что на водной линии он очень мало держится наверно как подложку под какие-то темные тени он будет неплохо потому что он достаточно жирненький сам крем сам карандаш достаточно жирненький что-то я заговариваюсь неплохой карандаш но единственно то что я сейчас поиски именно водостойкого карандаша и тоже в таком же оттенке потому что я очень люблю вот такие вот какие-то серо графитовый оттенки ну что у меня с фокусом сегодня серый графитовые оттенки очень сильно мне нравится на глазах мне кажется глаза с ними намного лучше выглядят нежим даже если с черным будет оттенком так что так тот закончился срок годности выбрасываю следующее что у меня закончилось это две туши одна от бренда моего самого любимого это герлен я могу сказать одно вообще это наверное моя первая тушь от этого бренда от герлен и она мне очень понравилось но единственное вот это вот миниатюрка так сейчас я ее открою все открыла щеточка у этой туши выглядит вот таким образом она замечательно кстати прочесывает реснички она их фиксирует она их моделирует реснички таки знаете прям хоп сложенные как вам надо веером сложили все здорово все хорошо единственное что данная вот тушь вот в этом пробнички она у меня высохла буквально наверно за неделю называется это тушь вот так вот что было видно она я не увидела чтобы она дала объем она просто знаете она хорошо моделирует и еще я заметил что это очень стойкая тушь и ее можно смыть только какими-то средствами для водостойких в макияже либо какие-то масляные двухфаски что-то такое мицеллярка и на слабовато смывается водой так вообще тяжко уходит поэтому да вот ну думаю если вы заплачете либо вы там случайно намолен намокнет у вас лицо данная тушь не отпечатается но щетка это у него конечно да мне очень понравилось так щетка мне очень понравилось замечательно прочесывал реснички хотя вы видите они такие достаточно очень маленькие но еще раз повторюсь классная тоже зачетная с удовольствием бы ее взяла в полном размере ну надеюсь то что полноразмерки не так быстро высыхает и кстати да если вы пользовались тушами от бренда гирленд напишите как долго она вас дюжит как быстро она у вас или медленно засыхать потому что к примеру я знаю что тушь от бренда шанель они очень очень быстро засыхают поэтому я вот полноразмерки себе от бренда шанель не беру потому что максимум насколько хватит тушь от бренда шанель это на месяц как обстоит дело с брендом гирлендами на полноразмерки туши я не знаю если вы знаете пожалуйста напишите я буду вам дико признательна следующая тушь которая у меня закончилась это тушь от бренда сифара она идет для объема попадалась нами тоже в коробочке красоты написано то что изготовитель италия неплохая формула туши несмотря на то что когда я ее показала у себя в инстаграме не очень так скажем небольшое количество девчонок в директ написали о том что вот у них был ли подобные туши от сифара и они как бы очень такие капризные отпечатываются сыпятся и что-то такое девчонки могу сказать так у меня такого не было замечательно себя тушь вела легко смывалась все здорово все классно формула туши мне понравилось единственное мне не понравилось это вот этот вот ёршик для унитаза простите но это огромнейший какой-то ёршик и он очень мягкий и ресницы он толком не прочёсывает и все какое-то знаете вот не до то как то вот щетка мне очень очень-очень очень не понравилось поэтому я не смогла и и до пользовать до конца и я ее просто все в отправляю в пустышки изобретать велосипед как что-то тут новую какую-то щетку сюда приспосабливать я не стала поэтому выбрасываю ее но в целом в целом сама формула именно вот этой туши волю мне очень понравилось наверное да не было неплохой объем у основания у корней ресничек она дает и реснички такие более пышные но вот щетка это какой-то дурдом с ней просто я вся измучилась и у меня столько ватных палочек всегда уходит для того чтобы вот это вот все что она где замазала убрать нет фу щетки отвратительная компания сифора и бренд сифора если вдруг увидят мое видео настоятельно рекомендую у именно у этой туши у этого у этой туши поменяйте пожалуйста щетку будьте так нам благосклонны чтобы девушкам было более удобно наносить данную тушу этот чёрт этот ёрщик это невозможно им даже вот нижние ресницы невозможно прокрасить верхние кое-как а нижние так я вообще молчу кстати я забыла вам сказать что вот этот вот тон от бренда jurassic spa он имеет такую своеобразную одушку ванильно сливочную не каждой девочке он просто понравится но я могу вам сказать я наверно привыкла к этой одушке раза со второго а так он очень-очень долго держится на вашем лице поэтому имейте ввиду все первая часть этого видеоролика пустых баночек я наверное сейчас остановлю и вторую часть тоже сейчас от сниму для того чтобы просто не затягивать поэтому если вы досмотрели данный видеоролик не забудьте кликнуть сюда чтобы посмотреть вторую часть и да всех люблю целую увидимся с вами в скором будущем во втором и во второй части пустых баночек надеюсь данный формат видео вам понравился я с вами абсолютно на лайте поговорила все вам показала рассказала надеюсь вам было интересно полезно информативно так что да с вами была ваша ирина увидимся в новом видеоролике во второй части всех люблю целую не забывайте подписаться на мой канал чтобы не пропустить свежие новые ролики оставляйте комментарии лайки мне будет очень приятно и подписывайтесь на мой инстаграм